Каждый день, каждый божий день. КТГ стоит 2000, по-моему. Вот каждый день мы уже 10 дней ездим на КТГ. Минус 20к. КТГ. Просто. Грозный привет большой. Что рассказывает? Ой, нет, еще не родилась, Саша. У меня было в другое лицо, наверное. Такое опухшее или счастливое. Или я был бы похож на пирата. Вот так на вас смотрел бы. Сегодня, значит, буду брить усы, ребят. Я вот, ну, так наш врач сказал. Каждый день надо КТГ, надо следить за здоровьем ребенка, смотреть. Вот каждый день. Поэтому вот ответ на ваш вопрос. У меня такой же вопрос был к врачу моему, к нашему. Не к моему, к Сашиному. Сегодня буду брить. Луганск, привет огромный, привет. Нет, нет проблем с малышом? Нету. Ну, сказал врач, надо КТГ. И у нас каждый день 9 из 10, 10 из 10. У нас все хорошо, слава богу. Тут, вот, активны. Чувствуется уже, что ему там уже тесновато. Он уже хочет наружу. Но и в то же время, раз не выходит, значит, тепло ему там хорошо. Здесь-то осень. Погода шляпная, 12-14 градусов тепла, холодильный, ветер холодный. Что тут делать? Я бы тоже на его месте в тепле сидел. Это одно и то же, что нам этот, на Мальдивы полететь, понимаете. А потом тебе говорят, все, отпуск заканчивается. Давай-ка возвращайся в холодную Москву. Вот. Конечно же вы скажете, не-не-не, не захотите. Ну, то же самое у ребенка. Наталья Арера, ты наш. Очень смешное сравнение. Да. Срок какой. Жень, дай тебе Бог здоровья и счастья. Зачем усыть быть? Да не знаю я, блин, Катя. Они вот тут начинают чесаться вот здесь. Вот тут чешутся все. Раздражают. И я их постоянно так облизываю. Они приятненькие такие. Сегодня дыню кушали. Вот эту, знаете, торпеду. Ну, узбекскую. Она такая сладкая-сладкая, как мед. Я ее поел. И еще в машине ехал. Еще минут 15 я... Привет, Стамбул. Привет огромное. Спасибо огромное. 15 еще вот так слизывал сусиков своих. Вот это сладострастие. В общем, что я в эфир-то зашел? Я же привык с вами делиться там своими какими-то сокровенными вещами, своими эмоциями. Тема, что внутри я сейчас переживаю. Потому что я живу вдвоем с Сашей. Мы сейчас в последнее время практически не поддерживаем контакт с нашими друзьями. Только по телефону. Не видимся, потому что боимся, если вдруг куда-то поедем. Тут роды. Вот, в общем, мы возле дома крутимся, рядышком. Хотя с собой возим все документы на всякий случай. Что хочу сказать? Хочу сказать одно. Наступила осень. Наступила над именем. Думали, конечно, над именем. Как не думать? Блин, да что ж такое? Алтай, привет. Наступила осень. Я обожаю осень, но я люблю осень только тогда, когда светит солнце, и вот эти листья падают, эти... Сейчас зарядку вытащу. Какое-то внутреннее состояние, какой-то на сегодняшний день у меня внутренний дисбаланс. Вот. Нет духовного равновесия. Такое какое-то, знаете, опустошение полное. Такое состояние запутавшегося. Я понимаю, что в моем возрасте и в том положении, в котором я сейчас нахожусь, я не имею права вообще на все эти нюансы, о которых я сказал. Но это происходит. Это невозможно контролировать, невозможно как-то заблокировать. По щелчку. Оно происходит. У меня есть работа, я работаю, я занимаюсь, но я занимаюсь не тем, что мне нравится. И как-то все... Как-то все по-сеннему грустно, что ли. Привет, привет. У тебя депрессия, милый. Да, Жек. Да, может быть, и может быть это депрессия. Очень много переживаний, очень много волнений. Хотя я много раз себе говорил, и я прекрасно знаю, как это все контролировать внутри себя. Но порой просто это не происходит, ты пускаешь все это на самотек. И ты в какой-то момент просыпаешься, и ты счастлив, ты Бога благодаришь за все, что у тебя есть. За то, что рядом с тобой, любимая женщина. Что вы ждете ребенка. Что еще один ребенок растет. Мама здорова. Мы все здоровы. Но всегда, я не знаю, может быть у человека такая природа. Всегда чего-то не хватает. Я как человек творческий могу вам сказать одно, что мне вообще не хватает кислорода. Вот просто не хватает воздуха. Такое ощущение, что я задыхаюсь. Я не знаю, бывало у вас такое или не было. Задыхаюсь, причем в прямом и в переносном смысле. Короче, грустно. Знаете, в такие моменты ты начинаешь себя как-то упускать. Отпускать вот так с рук. Ты не можешь себя взять крепко. У тебя опускаются руки. Тебе становится очень тяжело. Ну, не знаю, мне очень тяжело. Я, наверное, по натуре просто своей такой человек. А как правило, люди веселые. Я вам открою секрет, если вам, конечно, интересно. Люди весельчаки. Вот моего плана. Такие постоянно на позитиве. Они, на самом деле, внутренне очень грустны и озабочены постоянно всем. И все мы, вот я конкретно, я все пропускаю через себя. Может, фильтр мой забился уже, не знаю. Короче, плакать хочется. Не могу, знаете, такое ощущение. Это волнение, тревога просто. Надо успокоиться, попить. Не могу, представляете, вот в себя прийти. Я чувствую, что мне тяжело. Вот меня с каждым днем давит, давит, давит. Причем не бытовуха, не то, что меня окружает. То есть, нет. За это я Бога благодарю, я счастлив. Внутренне я не удовлетворен, понимаете? Вот в чем дело. Такое ощущение, что я могу больше. Но при этом, при всем я ничего для этого не делаю. А если и делаю, то, блядь, не получается, что-то срывается. Но все равно иду вперед. Иду вперед. И в какой-то момент у тебя просто, знаете, такое забрало перед тобой. Ты думаешь, да елки, ну что ты как баран об эти ворота бьешься, 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 бьешься. Тебе говорят, нет, 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 нет. Вот эти истории, когда ты иди наперекор всему, через терник звездам. Блядь, да, это круто, конечно. Но когда это постоянно происходит, и ты бьешься башкой. Ладно, не хочу вас грузить. Короче, что-то я не могу найти себя. Что-то как-то потерял себя, что ли. Ладно, что у вас там? Это напряжение от неопределенности с малышом. Да нет, нет, я еще раз повторяю. Внутреннее опустошение приходит, если много себя отдавал на полную катушку. Хватит ныть, женек, живете в шоколаде. Да я не ною, ребят, вот, Мариша. Это не нытье. Все, я просто с вами общаюсь о сокровенном, о том, что у меня внутри. Я понимаю, что многие привыкли к маскам, понимаете? Когда вы заходите в Инстаграм, поверьте мне, вы видите маску человека. Вы не знаете, что у него внутри. Как он к этому всему пришел. Сколько он всего потерял, добившись чего-то или не добившись чего-то. А вот я сел перед вами и сегодня рассказываю о своих ощущениях и то, что происходит со мной. Запарился уже просто, правда, устал уже. Веселиться, оправдывать себя, понимаете? Думать, а, все наладится. Блин, все и так круто. Да ни хрена, блядь, вот ни хрена не круто. Ни хрена не круто. Разрывает просто изнутри, понимаете? Я знаю, какой потенциал во мне живет. Какая энергия сумасшедшая. Блядь, я каждый день, простите за мат. Каждый божий день, с того момента, как я открываю глаза, до закрытия глаз. Я ее растрачиваю непонятно на что. Непонятно. Вот я не понимаю. Вот порой, знаете, я вам сейчас объясню, что происходит. Ты включаешь, допустим, телевизор, да? И ты видишь людей, ты понимаешь, что ты в десятки раз талантливее, чем они. В десятки раз. Но ты в десятки раз менее трудолюбив, чем они, понимаете? И вот меня вот эта внутренняя злость, она меня разрывает от того, что я ленивый. От того, что я... Ладно. Просто этот... Не могу. Не могу. Жень, это осенняя хандра. Ну, может быть, да. Может быть, осенняя. Да, выговариваться нужно. Обязательно нужно выговариваться. У меня для этого есть моя супруга. Она меня постоянно выслушивает. Она меня всегда поддерживает. Каждый Божий день. Она просыпается со слов, я верю в тебя. Я верю в тебя. Это очень важно, что я наконец-то встретил такого человека, который действительно верит в меня. Верит до последнего. У каждого, да, я считаю, что да, у каждого это происходит. Вы знаете, то, что происходит со мной, это доказательство того, что я жив. Что я до сих пор живой, что я переживаю о том, что происходит, что я думаю о том, что происходит. И я пытаюсь работать. Но самое главное, знаете, к самой сложной работе, это работа над собой. Надо внутри. Когда все придет. Тогда все будет нормально. А пока этого не произошло, вот так и будет. Будет балаган, будет бардак какой-то. Воздуха даже вот не хватает. Представляете, я с вами говорю, а я как задыхаюсь, я не могу понять. Все время в церковь ходил. В церковь хожу, плачу в церкви. Помню, даже был момент, зашел в интернет, думаю, почему человек плачет в церкви. Конечно же, там люди, многие утверждают, что это там бесы выходят. Конечно же, это не так. Это все просто, ты становишься сентиментальным, потому что ты находишься в месте, где твоя душа открыта. И эмоционально, эмоционально ты не зажат. Ты полностью открыт. Потому что там хорошо, тепло, спокойно. И выговариваться тоже надо, выговариваться нужно. И знаете, порой посторонним людям выговариваться нужно чаще, чем своим близким. Потому что близкие люди, они, у них стоит такое, ну они же любят тебя, близкие люди. И как правило, они тебе, может быть, не до конца могут дать какой-то правильный совет, оберегая тебя, боясь обидеть тебя. Вот у меня супруга, моя жена, она вообще не боится меня обидеть. При всем при этом она меня очень любит, я из-за этого очень ларен. Она вот так меня, вот так, вот так она меня, она всегда все напрямую мне говорит. Мы вообще в семье как-то пришли к тому, чтобы все говорить напрямую. Душа очищается, в мечеть ходи. Ну я же православный человек, я христианин. Не старайся быть круче, интереснее других. Будь таким, как тебя Господь создал. Плачешь в церкви, это потому что получаешь, потому что ты получаешь благодать Божию. Церковь наполненная, намоленное место и там очень спорят. Да, вот я бы, я то же самое сказал. Махни коньяка, выговорись маме или другу. Вы знаете, я так скажу, у меня 34 года, я прошел все эти этапы в плане какого-то определенного допинга в виде алкоголя. Я вам со 100% уверенностью могу сказать, что алкоголь не помогает в решении никаких проблем. Только лишь накидывает сверху, понимаете? Да, ты может быть там на секунду, на две отвлечешься, но ты с утра просыпаешься с теми же мыслями, с нерешенными вопросами, с теми же проблемами. Плюс еще сверху, поверх этих проблем у тебя еще и баль голова. Мне же не 20 лет. Там 20 лет можно было по 3 дня пить, есть и просыпаться как младенец. Сегодня уже сложнее. Жень, блин, не все так плохо, но правда, у меня когда бывает, когда... Ребят, еще раз хочу, чтобы вы меня услышали. Я говорю, я не говорю вам о том, что у меня все плохо. Нет, у меня все отлично. Я Богу благодарен, я жене своей благодарен за то, что все, что вот сейчас у меня происходит в жизни, я правда, я счастлив. Я говорю всего лишь о внутреннем состоянии. Что, ну вот, мне не хватает, не хватает, не хватает какой-то искры, что ли, какого-то тачка подзадь, поджопника какого-то, понимаете, чтобы я в себя пришел, встряхнулся, понимаете. А вот. Не загоняйся, здоровье берегите тебе. Да, 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 спасибо большое. Я не за вопрос с вами поделился. Жень, там тебя спросили, почему на свадьбу Собчак не пришел. Да как-то не знаю, это у меня что-то... Не, я был там. Почему я был там? Я перед свадьбой воду в кулере привозил, там баллоны эти менял. Вот, поэтому я так, можно сказать, присутствовал на свадьбе. Но, к сожалению, мои родители не всегда меня понимают. Время сейчас другое будет. Самореализации не хватает тебе. Это нереализованность. Да, да. Драйва не хватает. Сам, вот, да, самореализации не хватает, понимаете. Я еще раз повторяю, потенциал сумасшедший. Сумасшедший потенциал. Не могу найти то русло, в которое бы я мог все это направить, понимаете. Во мне столько сил уже накопилось за это время, за эти 34 года, что дай мне сейчас какой-то проект. Мне кажется, я разорву его. Или сгорю. Оставив только прав. Ты же прекрасный ведущий. Вел у нас предприятие. Ты просто лучший. Не загоняйся. Это хандра временно. О, спасибо. Ни при чем сегодня не то. Херня, Жень. Верни, как в прошлый раз было. Приезжай в Ульяновск, я тебе дам поджопник. Здорово, братка. Ты что, что новая? Здорово, Сань. Брат, все хорошо. Ждем ребеночка. Жду жену. Все отлично. Надо идти работать в театр. Ты крутой актер, ты был бы. Надо попробовать, и тогда поймешь. Кризис среднего возраста. У всех так после 30. Странно, почему ты не ведущий. У меня, кажется, просто в Ростове нет стабильности. Вот поэтому так. В России? А, в России. У тебя же есть связи. Легче все сделать. Посадок от участия. Жень, где ты родился? Я родился в Таджикистане, в Душамбе. В Душамбе родился. Саня на КТГ пошла. Родился в Душамбе. Сегодня барическая пила. Что за барическая пила роста? Кузин, ты так говоришь, мои 34 года. Тебе всего 34 года, Никитин. Ты похож на Олега Далли. С Глебом? Нет, не общаемся. Луганск, привет большой. Своё шоу на Ютьюбе. Ну, чтобы шоу на Ютьюбе, надо сначала канал запустить. Надо сначала о себе заявить, что ты себя представляешь. Ну вот. Ты классный. Чувство юмора. И слушать тебя, видеть себя про все это. Это того, что нет реализованности. Просто в определенный момент тебе нужно дать толчок. И потом тебе поможет Сашка. Как спасти человека от курения травки? Я не знаю, честно говоря. Я травку был на первом курсе в академии. Мне было 18 лет. Я попробовал травку. Мне стало так плохо. Я помню, отче наш, раз пять прочитал. Меня водой вот это ледяное окатывали. После этого я даже запах не могу переносить. Вот смотрите, мне сегодня 34, 17 лет назад. 17 лет прошло. Я в руки не брал вообще ничего подобного. Вот так бывает. Хлоп и отшибло. Представляете? Такой стах и такая неприязнь и отвращение ко всему к этому. С юмором никогда не пропадешь. Да вот, когда Сашуля лопнет? Малая. Ну когда лопнет? Ну на поминках, наверное, на твоих. Привет, Скрасонас, привет. Зачем тебе заявлять, тебя и так все обожают? Да не, ну как это обожают? Это вот вы меня знаете, вас тысяч человек. А ютуб это совершенно другая платформа. На ютубе сидит молодежь, которая меня вряд ли знает. Там по 17, по 15, по 14 лет люди сидят, которые не знают. Ну и то, что я хочу сделать на ютубе, оно и не направлено на этот возраст. Оно направлено вот на нас, на вас. Да с такой фифой, как Саша, Женя придет сидеть в декрете и кормить грудью. Да я бы с удовольствием покормил грудью. У каждого мужчины заслуживает ту женщину, которую заслуживает. Я считаю, что я заслужил Сашу. Вот, с хорошей стороны я имею в виду, потому что она меня реально, можно сказать, спасла. Ты комический актер. А вот я бы, честно говоря, когда меня спрашивали, какую роль бы ты хотел сыграть в театре или в кино, я всегда говорил бы, что я очень хотел бы сыграть трагическую роль какую-то такую. Ну я в драме бы хотел бы сыграть. Потому что, я вам так объясню. Я же смотрю иногда российское кино, я понимаю, что у нас на сегодняшний день два максимум, максимум два актера комедийного жанра. Хотя все, елки-палки, сейчас куда ни плюнь, вот я сейчас выйду с машины, плюну, обязательно в какого-то стендап-комика попаду. Обязательно. Либо в какого-то юмориста. Вот. Но сыграть в фильме человека с чувством юмора, это очень сложно. Почему в Америке, да, вот огромное количество актеров, такая школа, но как только мы говорим о юмористах, мы сразу вспоминаем, там, Джим Керри, да, Адам Сэндлер. Два-три человека вы вспомните, понимаете? Хотя там все юмористы, елки, куда ни зайди. Какой пап? Бузова нравится, как артист. Усы сбреют, когда родит жена. У тебя, смотрю, с первого дня, как ты пришел жива. Спасибо огромное, спасибо большое. Вот. А какой-то такой я бы сыграл. Береги Сашу ваше отношение, она у тебя очень мудрая девочка, тебе очень с ней повезло, идеальная супруга у тебя. Спасибо огромное. Как у Саши похожи, стиль речи. Даже не зря, говорят, муж и жена два сапога пара. Потому что романтичный красавчик с хорошим чувством юмориста. Вот ты моя золотая. Джон Керри клевый. Ну, клевый, как клевый. То есть, я его фильмы не люблю. Мне он не нравится. Вот. Мне кажется, он переиграл. Ну, в общем, ладно, это мое мнение. Вот. Вы мне так и не ответили. А вы мне что спросили? Я просто не вижу. У вас же много людей пишет. Буча, спасибо огромное. Спасибо. У вас обожаю, вы красавчики. Любите уже, да, клевая пара. Спасибо огромное. Ребята, кстати, у кого мероприятие, у кого свадьба, у кого что-то, ну, что-то там намечается, день рождения, юбилей, пишите в директ. Я с удовольствием приеду, проведу любое мероприятие, любой сложности, любое количество людей. Вот. Поэтому пишите в директ. Приеду, обещаю, приеду побритым. Усиков этих не будет. Женя, а ты в каком амплуа хотел? Ну, вот мне очень нравится что-то наподобие, там, вот. В первом канале Галкин ведет, там, Добрый вечер, по-моему, называется, да, или как он называется, шоу вот это. Вот мне очень нравится. Ну, разговорного жанра, это точно. То есть общаться с гостями, интересными гостями. Привет тебе, Владивосток, Москва, привет. А в Беларусь приедешь? Да приеду, конечно. Хорошо ответил насчет свадьбы, Собчак, да, привет. Нормально ты, нифига себе, это запоздалая какая у нас. Вот они, видите, чешутся, блин. Субботний вечер, вот, субботний вечер. Мне очень нравится, вот такого жанра. Такое мне нравится. Я писал про то, что если написала вашей жене обиженности, она ответит, что много хотелось бы с ней посоветоваться. Вот вы оба классные. Да, сегодня вечер, моя хорошая. Слушайте, ну, вы решите, Саша, если у нее будет время и желание, и настроение. Вы знаете, у нее порой просто нет ни настроения, ни желания никому отвечать. Вот, просто хочется как-то так в тишине побыть. И она имеет, мне кажется, на это право. Женечка, где твой прайс на свадьбу, праздники посмотреть? Как спрашивают, тут неудобно. А вы напишите в директ мне, я вам отвечу, сколько стоит. Нет, не общаюсь я с Кадони. Ялторовская. Ялуторовская. Привет большой. Жень, на мероприятии Молочина были, на мероприятии Огонь. О, спасибо огромное. Я, кстати, люблю, и в Луганск я приеду. Я люблю, кстати, когда... Вы знаете, вот вам рассказываю, что такое, мать его, Инстаграм. Мне с Инстаграма, за его существование, за сколько оно у меня там, 5-6 лет у меня страничка, это Инстаграм. 2, максимум 3 свадьбы пришло именно из Инстаграм. В основном, сколько я свадеб веду, и еще проведу, все приходит по сарафанному радио. Кто-то у кого-то был на свадьбе, увидел меня, пригласили, я вот так в основном работаю. То есть, мне кажется, лучшая рекомендация. Нет, не общаюсь с Ильей Гожиенко. Жень, вас нашел, Дома-2 приглашают. Приглашают, мы не ездим. Сплю. Ну, последнее время не очень хорошо. То есть, я стал рано просыпаться, какая-то внутренняя тревога, какое-то волнение, не знаю. Нет, сплю не очень хорошо. Алтай, привет. Не знаю, где Степа. Сарафан работает лучше всего, да. Арсен сказал, что ты лучше в мероприятиях, в Майкопе проводил. О, Арсену привет большое. Сашка, я смотрю твою, бывает, еще желаю, что разрушила. С Глебом нет, не общаюсь. Пол известен? Нет, не известен. Почему не ездим? Ну, не хочу, я не люблю. Зачем? Ты приезжаешь на шоу туда, тебя приглашают. Ты сидишь там два часа на этом гриме, ждешь, пока там придут операторы, свет, звук, пока настроят монтаж, пока люди соберутся. Ты приходишь, три часа снимается шоу, ты сидишь в этой жаре. И у тебя за три часа шоу спрашивают один раз или максимум два раза какой-то коротенький вопрос. Это первое. А второе, мне неинтересно. Мне неинтересно. Я же знаю все подноготную, понимаете? И приходить туда и с умным видом или с шокированным лицом сидеть. Как это? Вы к этому? Это так произошло? Вот так сидеть я тоже не могу. Я же знаю, как там все происходит. Поэтому, поэтому мне неинтересно. Хочешь свой час славы? Я не понимаю, что такое час славы. Час со славой? С певицей славы или с парнем славы? Со славой Зайцевым час провести? Нет, не хочу. Привет. Ну как вот камера взяла, села. Сегодня хотел поснимать. А ну, блядь. Смотрите, что делал. Это твари. На капот сели голуби. Прилетели, сели и топчутся. Чечетку тут отплясывают. Вот там сидите на опеле. На опеле сидите, я не против. Жень, тебе же без усов лучше. Да я знаю, родная моя, знаю. Краснодар, привет. Все я знаю. Вон опель весь, засрали. Прям над опелем сели и гадят на него, представляете? Молодцы. У вас панические атаки, кажется. Все симптомы. Сходство с нейропатологом. Пишут, что успокоительное поможет. Да не надо, ребят. Ну, перестаньте этот. А вот. Да, лобовое камень попало, оно расползлось. Ну вот, я на следующей неделе поеду менять стекло. Заказал уже. Пойду менять. Это ж к деньгам. Что к деньгам? Чтоб тебя птицы обгадили к деньгам, моя золотая. Это к трате деньгам. Потому что, когда гадят птицы, то надо на мойку ехать. Потому что у них такое, какой-то сверхъядерные фекалии, что их просто невозможно отмыть. Когда в гости в Таллинн. Да я не знаю, когда пригласите. Усы зачем? А не знаю, они растут и растут. Мне кажется, что мне хорошо иногда. А потом, когда они начинают уже такие расти. Сегодня сбрею их. Да, мам-юзик, надеюсь. Женя родила? Женя не родила. А, жена. Пока не накручивается. Но ничего, накрутим. А без усов молодой, а тут такой. Есть, иди, слава богу. Все, хватит хвалиться. Слава богу. Все, ребят, Сань, что-нибудь расскажешь моим хлопникам? Хорошо рассказать. Вот они спрашивают, почему... Почему мы каждый день делаем, как это... Ты тоже врач сказал? Да, я тоже говорю. Вот, моя куколка, пишет кто-то. Моя куколка, я ваша куколка. Жена, видите, пить начала. Бухает, а не пить. Морду-то разнесло. Ладно. Всем хороших выходных. Отдыхайте. Сегодня воскресенье. Погода еще такая. Сегодня вечером еще КВН, кстати. Премьер-лигер. Вчера был. Нет, вчера был этот летний кубок. Отвратительно. А сегодня в финал Премьер-лиги победили буряты. Всем пока. Приятно.